С виду Марат совершенно здоровый парень, но есть одна проблема. С самого детства он не разговаривает. Но для того, чтобы общаться с животными, посадить дерево или украсить клумбу цветами, нужен другой язык – любви и заботы. Хотим рассказать и показать общественности, что это такие же дети. Они точно так же могут приносить пользу, быть полезными. Они могут заниматься какой-то работой. Вот сегодня ребята у нас помогали, сажали цветы, поливали. Сегодня особенные дети наравне с волонтерами наводят красоту в приюте для диких животных «Спаси меня». Место выбрали не случайное, ведь здесь живут и проходят реабилитацию зверя-инвалиды, пострадавшие от рук человека. Мы все равны, как и наши животные. Сегодня наши животные здесь живут, да, они инвалиды, да, у кого-то лапки нет, у кого-то там парализация, но они все живы, здоровы. Вот этот толерантность должно быть везде. Ребятишки, которые сегодня здесь, они прошли какую-то эмоциональную реабилитацию, можно сказать. Усилиями ребят на территории приюта появились зеленые мягкие газоны, яркие клумбы, а главным украшением стала высаженная елка. Такой праздник для особенных ребят и зверят устроил волонтерский центр депутата Владимира Бурматова. Экскурсию приурочили к Международному дню борьбы за права инвалидов. Они работали наравне со всеми. Я рад, что ребята получили искреннее удовольствие от общения с животными, от общения со своими новыми друзьями, волонтерами. Я считаю, что мероприятие удалось. Постояльцы приюта Волк Лорди, Косули Эли и Гриша и Тигр Гектор уже по достоинству оценили изменения в их доме. После трудового дня ребят торжественно приняли в ряды волонтеров. Каждый получил в подарок специальную форму. Дмитрий Бачко, Наталья Петрухина, 31 канал.